Доброе утро! Здравствуйте! Воскресенье уже началось, а значит пора открывать глаза, радоваться новому дню и нам, Артему Мазу. И Ане Бугаевой. Что? Спать в воскресенье? То есть вы хотите проспать этот единственный день и лето, который больше не повторится? Мы не дадим вам совершить эту ошибку, у нас много новой, интересной и полезной информации для вас. Мы расскажем про Египет и про Тома Круза. Узнаем, что такое мобилография. Какие книги читать, если вам не везет? Еще зачем крутятся спиннеры? Итак, наш первый сюжет покатился. Боулинг это тот спорт, занимаясь которым уж точно не испытываешь чувства неполноценности. Если поиграть, к примеру, в баскетбол, а потом увидеть, как это делают Коби Брайант или Леброн Джеймс, то выходить на площадку, возможно, не захочется. С боулингом не так, несмотря на то, что это серьезная дисциплина со своей федерацией, правилами и философией. Где придумали игру, до сих пор непонятно. То ли в Азии, то ли в Египте. Впрочем, смысл ее настолько прост, что изобрести ее могли где угодно. Корни боулинга прослеживаются в итальянской игре Ботче, а также во французской игре Питанг. В боулинге все должно соответствовать определенным требованиям. Шары должны иметь определенный вес и размер. Дорожка, обрабатываемая специальным способом длину – 18,2 метра. А игрок обязан надевать специальную обувь. Также стандартом современного боулинга является игра с 10 кеглями. Почему должно использоваться именно такое количество инвентаря? С этим связана определенная история, произошедшая в Америке. В свое время на территории штата власти запретили азартную игру, носившую название «Игра в шары с 9 кеглями». Для того, чтобы обойти запрет, предприимчивые игроки решили попросту добавить одну кеглю. К слову, оборудование для боулинга, которое автоматически собирает кегли и возвращает обратно шар, придумали только в 20 веке. А до этого был предусмотрен специальный мальчик, которого называли «Пинбой». Его обязанности, помимо прочего, входило подсчитывать очки игроков. В наши же дни игра чрезвычайно популярная. Причем она перестала быть простой игрой, она стала способом зарабатывать официально. Гонорары за победы порой оказываются очень весомыми. Крупнейший приз был взят в 2004 году команда из пяти человек. Каждый из них получил по одному миллиону долларов. Но даже если победить в топовых соревнованиях не получится, время, проведенное в боулинге, само по себе поднимет настроение. А почему шары вот такие большие? И вот эти вот дырочки, смотри, ведь ки же в них застрянет, может сломаться. И я что-то ки вообще не вижу. Где он? И сукно зеленое же должно быть. Ань, это боулинг. И что? Боулинг. Ну что? А где ки? Ну и что, так, короче, все. Или девятый и десятый. О, вот это 16. Нет, это дорого, смотри, вот за 7 есть. Это килограммы. Вот на тебе, бросай. Боулинг – это когда мячик кидают на кегли. Это мячик с дырочками. Мяч двигает рукой под такой железяки. Мячиком играют дети. Пальчики ставишь в дырочки и кидаешь в боулинг. Мячик должен быть синий, с полосками белыми. Воротарь может брать мяч в руки, а который ботается, не может брать в руки. Ну, шар для боулинга больше колеса. Можно сравнить с огромным камнем. Они разноцветные, потому что если они одни и те же, они могут много запачкаться в шаров, и тогда будет нечем играть. Шары разноцветные, потому что они разные, а не одноцветные. Так будет некрасиво, потому что они их красят, чтобы и красивые. Обычно играют мужчины в боулинг. Получает победитель медаль. Какую? Медаль первое или второе место получили. Ну, я один раз играл в боулинг. Мне мама с папой помогали. У меня было очень странное предчувствие. Как можно научиться играть в боулинг? Можно спросить маму с папой, чтобы пойти в боулинг и научиться. Придумали боулинг в Америке. Это игра для сильных и умелых. Боулинг придумали, чтобы можно было развивать свой мозг. Попадать в цель, и так можно развивать мозг и получать первые места. Вот смотри, чтобы зеленый коктейль сочетался с шариком, а красные ягодки вот с этим зеленым шариком. Все, ты говоришь, вот так стой, стой секундочку. Все, красота. Белография – это уже давно отдельный вид искусства, у которого многое есть и сторонников, и противников. А противники – это обычные профессионалы, которые, знаете, зудят. Мол, смотри, вот у тебя очень завален горизонт, или а почему такой? Что с резкостью вообще? Или что? А на самом деле фото-то хорошее. А вот сторонники утверждают, что неважно, как это снято и на что, главное, что они передают то, что происходит в данный момент. И, кстати, выкладывают фотографии они уже давно не только в Инстаграм, но еще и устраивают отдельные выставки искусства. Сними, пожалуйста, как сейчас полетит наш следующий сюжет. У меня руки заняты, да, так что как получится, так получится. Это будет арт-искусство. Это именно арт. Чтобы быть хорошим фотографом, вовсе не обязательно иметь дорогущую аппаратуру. Это доказал Джейсон Петерсон, мастер черно-белой уличной фотографии, который снимает на айфон. Все началось со спора с другом, кто быстрее наберет в Инстаграме тысячу фолловеров. Сейчас их у Джейсона больше миллиона. При помощи телефона он рассказывает удивительные истории, вписанные в городской ландшафт. Петерсон утверждает, что никаких образов он не создает. Просто фиксирует то, что происходит вокруг и ловит моменты, которые обычно остаются незамеченными. Его вдохновляют уличные фотографы прошлого, поэтому большая часть снимков черно-белая. Обработка, как ни странно, практически не используется. Главной составляющей снимка фотограф считает цвет. И готов возвращаться в одно и то же место снова и снова, пока не увидит, что освещение такое, как надо. Все люди на фотографиях Петерсона случайные прохожие. Он просто выставляет нужный кадр и ждет нужного момента, слушая любимую музыку. А получившуюся фотографию называет так же, как композицию, звучавшую на момент съемки. Начинающим фотографам Джейсон дает такой совет. Снимать, снимать и еще раз снимать. Мои лучшие снимки еще не сделаны. Я охочусь за ними. Следующий сюжет – это мечта любой женщины. Там Египет и Том Круз подкачанный. Только ты уточняй, что эту мечту можно увидеть только в кинотеатре. Ну да. Кстати, попасть туда можно, получив наш пригласительный. А чтобы попасть туда, вы должны посмотреть много-много фильмов и угадать, какой стоп-кадр мы прямо сейчас вам показали. Или, допустим, а вы смотрели всего лишь один фильм. И вдруг именно стоп-кадр из этого фильма. Тогда вы самый удачливый человек. Присылайте правильные ответы на наш адрес. Утро.собака.пгтк.ру А Киномания уже прямо сейчас покатится в эфир. Да. Давай все-таки. Давай. Так, бери семерку и все-таки давай. Пытайся. Во имя Киномании. Дикий. Выход в прокат фильма «Мумия», о котором пойдет речь сегодня, совпал с 85-летием с момента выхода оригинального фильма 1932 года. На этот раз впервые за всю историю франшизы «Мумией» стала женщина. Заинтриговали? Ну тогда начинаем. Вы даже не представляете, какую силу пробудили к жизни. Что происходит? Во время проведения антитеррористической операции в пустыне военные обнаруживают древний саркофаг. Его решают отвезти на базу для более детального исследования. Однако во время транспортировки начинают происходить странные вещи, и самолет падает. Находившемуся на борту самолета Нику Мортону удается выжить. Вскоре он выясняет, что в том саркофаге двумя тысячелетиями ранее была заживо похоронена принцесса Аманет, дочь фараона, убившая своего отца. После того, как ее гробница была потревожена, Аманет воскресла. И теперь она обрушит на мир всю злость и обиду, что накопились в ней за долгие годы. Аманет не остановится, пока не сделает этот мир своим. Главную роль в фильме исполняет Том Круз, что не может не радовать женскую половину телезрителей. Кстати, ранее он уже рассматривался на главную мужскую роль в фильме «Мумия» 99-го года. Однако тогда режиссер Стивен Соммерс выбрал на эту роль Брэндона Фрейзера. И вот 18 лет спустя Круз все-таки сыграл главную мужскую роль, но уже в ремейке фильма. Для нас очень важно было сделать историю максимально реалистичной. К тому же события происходят в наши дни. Удивят вас не только персонажи, но и монстры, так как они одновременно пугают и заставляют вас сочувствовать. Кроме Тома Круза в фильме можно увидеть Рассела Кроу, Аннабель Уоллес, Джейка Джонсона и многих других. Роль «Мумии» исполняет София Бутелла. На съемки сцены с невесомостью ушло два дня и 64 дубля. Все происходило недалеко от французского города Бордо в настоящем самолете, который поднимался на высоту около 13 километров, а затем двигатели на 20 секунд отключали, чтобы появилось ощущение невесомости. В эти секунды и снималась сцена. Актеры в результате остались очень довольны тем, что сцену удалось снять вживую, без применения компьютерной графики. Прокат фильма уже стартовал в минувший четверг, 8 июня. Оценить ремейк той самой легендарной «Мумии» вы сможете в кинотеатре. А я желаю вам активных выходных и приятного просмотра. Все, мое лето обеспечено. Ты купил себе билеты? Ну, почти. Тоже изделие из бумаги. Я себе купил огромный атлас и буду путешествовать. Зачем тебе атлас для путешествий? У меня просто нет загранпаспорта. Я его думаю, я разложу и буду в Египте. В один день смогу в Турцию. Кофе пьешь в Турции? Да. А колбасу режешь на Америке. Слушай, посмотри сейчас наш следующий сюжет. Зачем? Там тоже интересные места. Да? Будешь любоваться. Здорово. Первый раз с горами познакомился – это в Крыму. Крым – это идеальное место для знакомства с горами, начинающему туристу. Ежегодно мы выезжаем, у нас сборы. Я чаще всего уже крайние годы выезжаю с группой украинских альпинистов, горный клуб. Есть запорожские альпинисты. Я с ними очень сдружился, и вот они меня всегда зовут. В Крым можно ходить всю жизнь и все не обходить. Очень есть красивые места, причем так локально расположенные. Начал я с такого популярного маршрута. Это был Четердак и окрестности. Потом это было Чегенитра. Там находится очень много пещер, которые интересно посетить. В частности, на Четердаге есть пещера, она такая туристическая, подготовленная. То есть там не надо никого специального снаряжения. Эмени Байер Хасар – татарское название. Как в пещерах. Сталактиты, сталагмиты, сталагматы. Натечки очень красивые. Такие кофейные, кофе с молоком. Это все красиво. Оно все блестит от влажности, от струящейся воды. Там сделано все для туриста. Там есть гостиничные домики даже сделаны рядом. Люди там празднуют Новый год. А мои друзья более сурово идут на Роман-Кош. Это самая высокая точка Крыма. Делают восхождение. 12 часов открывают на Роман-Кош бутылку шампанского. Конечно, там температуры, хотя и Крым, но и минус 10, и минус 15. Не обращаю внимания на высоту, если это небольшая высота. То есть свыше 3,5 тысяч метров я уже обращаю внимание, потому что по организму уже чувствуется. Уже надо смотреть. Когда мы делали восхождение на Казбек, Эльбрус, было ограниченное количество времени для этого восхождения. У нас не было той акклиматизации, которая должна была быть. Каждый шаг дается с усилием. Большая нагрузка, сердце колотится. Ты движешь, а тебе не хватает того количества кислорода, к которому ты привык на своей высоте. Это Фанские горы, по миру Алай, горная система. С флагом очень было интересно. Я в маршруте, в карте увидел, что это перевал Кишиневский. У нас нитка маршрута идет. Он называется перевал Кишиневский. Я не знаю, не искал, почему перевал Кишиневский. Вряд ли такую информацию найдешь. В то время, когда давались названия всем перевалам и горам, то есть это вполне могли быть какие-то, не знаю, там, альпинисты-оруженцы Кишинева. Крайний поход это была Грузия. Это район Сванетии был. Очень красивая природа. Очень. Сама Сванетия, она зеленая. И как район Грузии, он отдаленный. В этот район зимой на машине уже не попасть. Перевалы, ступает снегом, потому что все-таки район горный. Был такой случай в Грузии, в районе Казбека. Мы покупали какие-то фрукты. Помню, купили ананас, что-то там еще там из фруктов. Только спустились, то есть хочется витаминов. И спрашиваем, сколько стоит. Нам говорят, мы начинаем считать, у нас там копейки, лари грузинские. Считаем и там не можем чуть-чуть понять. Смотрим, рассматриваем купюры. И человек сзади, грузин, говорит, ребята, я заплачу, идите. Ну, стоимость была где-то 10 лари, но это, грубо говоря, 5 евро. У меня был соло-поход в Болгарию. Я решил познакомиться с Балканскими горами. Это был декабрь месяц. Не повезло мне с погодой, потому что смотрел, были одни осадки. Пока я доехал, там очень много пришлось снега на эти дни. И туго пришлось одному. Ночью температура опускалась примерно до минус 15, минус 20. Но не ниже минус 15. Я знаю, потому что у меня при минус 15 пуховая куртка начинает хрустеть. Мы часто сплавляемся по реке. Вот сейчас лето, мы пытаемся это делать каждые выходные. Суббота, воскресенье. То есть, опять же, это вид отдыха, хорошо отдыхаем. Это финансово всем подходит. У нас есть свои байдарки. Мы их берем, спускаем на воду. Так как мы были с детьми, мы не хотели их очень сильно утомлять, мы прошли от Тирасполя до Чобрач. В Шалдонежском районе узнали такую информацию, что там есть незавершенное советское строительство так называемого бункера. Всего в Советском Союзе их несколько. Вот в Белоруссии есть. Это командный пункт для высшего, так сказать, офицерского состава. Ближайшая Одесская область должна была тоже использовать этот командный пункт в случае холодной войны. По высоте, так чтобы вы понимали, это 18-этажный дом, зарытый в землю. Спустились вниз, там лед, все двери, что примечательно, вот советское строительство. Туннель закрывается большой, дверью крутится, ну как в фильмах показывают, да, банки. Но лет 15 как минимум она была в воде. Вот. И открылась она вот так пальцем. Чуть беззвучно тихо открылась. Я не вижу для себя другого способа отдыха. Я не был никогда ни в Турции, ни в Египте, ни в Таиланде, ни в дальнем зарубежье я не был. Не вижу такого отдыха для себя. Не знаю, отдохну ли я от такого отдыха. Я люблю, когда от моего отдыха еще нужно немножко отдыхать. Завидуешь своему коллеге? Не можешь понять, где он так уже успел хорошо загореть? Ловите лайфхаки. Сейчас я вас научу, как отличить морской загар от огородного. Просто задирайте край рубашки, коллеги. Вот послушай, какая разница, где я загорел? Да, на огороде и что? Сейчас самый сезон. А ты знаешь вообще, что у нас в Приднестровье вывели множество новых сортов овощей? А ты знаешь, как это сделали вообще? Вот смотри сюжет. Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства всегда славился своими сотрудниками и их открытиями. За все время существования этого учреждения, это более 85 лет, было создано 404 сорта и гибрида овощных культур, картофеля и многолетних трав. В этой теплице сейчас проводят опыление огурцов и выращивают исходные формы, на основании которых получают гибриды. Процесс опыления достаточно такая ювелирная работа, и сейчас Надежда нам покажет, как это происходит. Вот у нас есть, получается, материнские, да, как вы говорите, цветки отцовские. Вот рассказывайте, что вы с ними проделываете? Для начала мы изолируем материнский цветок на одном растении и изолируем отцовский цветок на другом растении. То есть обматываем ватой, да? Да, для того, чтобы не было смешивания пыльцы, чтобы была чистота сорта. Через сколько уже проходит процесс опыления? На следующий же день можно уже опылять, да. Давайте покажем, как это происходит. Мы срываем отцовский цветок, готовый, очищаем его от ватки, убираем. Вы доверите мне? Обрывать прям полностью, да? Обрываем лепесточки так, чтобы у вас в руках осталось пестик с начинками, пыльники. Снимаем ватку с материнского цветка. Так, материнский цветок мы обрываем листики только наполовинку. А для чего это делается? Ну, чтобы туда поместился пыльник, чтобы он держался и не выпал. Я раскрываю вам лепесточки, а вы вставляете туда пыльник. Да, лепесточки. Это получается будущий семенник. Из которого потом мы выбираем семена и получаем пыль. Вот вы рассказываете о том, что здесь более 60 сортов, видов, да, исходных фор. Исходных родительских фор. Да, фор. Вот дальнейшее выведение гибридов уже. Как этот процесс происходит, расскажите, интересно. Значит, мы проводим скрещивание. Затем эти уже полученные гибриды мы высеваем на следующий год и проводим их оценку. То есть по хозяйственно ценным признакам мы взвешиваем, определяем урожайность. Вырастить культуру – это физически тяжелый процесс. Но бывает и такое, что выведенный сорт просто не используют в дальнейшем, если он не подходит по параметрам. Кстати, всем известный огурец-родничок, который пользуется таким спросом у многих преднестровцев, был выведен также в нашем научно-исследовательском институте. Если говорить о последних годах, вот сколько нашими учеными, нашими научными сотрудниками было выведено гибридов? Значит, мы выводили пчелоопыляемые, получили пчелоопыляемые гибриды. В дополнение к уже известному и всем любимому родничку – это зубренок, чечель, газель, филичита, рафаэла. То есть они отличаются высокой урожайностью, они пригодны для засолки, для маринования. В принципе, само название уже красиво звучит. А здесь сейчас опыляют томаты. За все время существования института вывели 60 гибридов ранних томатов. Причем 23 из них за последние 5 лет. Наши гибриды, 4 гибрида, такие как черная жемчужинка, золотая жемчужинка, малиновая жемчужинка и маргаритка, принимали участие в 2016 году в международной конференции Евроинвест в Румынии, в Ясах и в Тимишуаре. И там участвовало более 40 стран и принесли нам награды. Золото, серебро и бронзу. То, что мы тут создаем, допустим, по сравнению с голландскими, с немецкими гибридами, у них более привлекательные, но у нас более вкусные. То есть вы стараетесь на вкусовые, да? Да, мы стараемся на вкусовые качества работать, плюс химические, стихие вещества, сахара и витамин С. Каким образом происходит опыление именно ранних томатов, то, чем как раз и занимается, да? Ну, процесс, я так понимаю, отличается от огурцов значительно. От значительно, да. Там по-другому начинается завязывание или изолирование цветочков. А томатов надо кастрировать. Чешевистики оборвали, нанесли другую пыльцу. И это произошло у нас опыление, значит, опознатворение нового сорта или нового гибрида. Для того, чтобы опылить новый сорт или новый гибрид, значит, мы собираем вот с таких вот, с таких растений. Это раскрывшийся цветочек, его кастрируется, как вот я показывала, собирается на листочек такой пергаментный. Вот так, давайте покажем. Да. Вот собирается на пергаменте, высушивается. И на следующий день вытряхиваем его. Оттуда должна выйти, как пудра. Эту пудру собираем в полночку, да? И наносим на эти растения уже, на следующий день наносим на другие растения, которые мы считаем нужным для создания нового гибрида. В пик сезонного опыления научные сотрудники трудятся с утра до ночи, чтобы вывести новый сорт, который, возможно, будет расти и на ваших грядках. Друг, принеси мне, пожалуйста, шар. Да, конечно. На тебе 7 килограммов. Бросай. Ты знаешь, 7, наверное, слишком легкий. Давай другой. На 10. 10 пойдет? Нет, нет, 10 нет. Давай больше. Давай 12? Нет, этот зеленый, он мне под платье не подходит. Давай фиолетовый. Да, фиолетовый. Вот этот пойдет? Нет, нет, он тяжелый, да? 9. Хотя нет, хотя можно и 9. Давай 9. Хорошо, хорошо. Ну, чего не сделаешь ради друга? Держи. Только по центру, чтобы страйк. Тогда отойди. Вот говорят, что собака лучше друг человека. А мне интересно, что вообще такое дружба? Ну, для каждого, ну, как бы дружба по-разному. Это, ну, дружба может быть между... Я не знаю. Раз, два, горе не беда. Унывать не надо никогда. Выше нос и хвост держи трубой. Трубой! Знай, что верный друг всегда с тобой. Дружба – это искренность людей. Мы только об этом говорим. Это счастье. Это счастье, это улыбка. Могли бы вот обнять друг друга, как друзья. Конечно! Когда человек готов пожертвовать всему ради уважения или ради отношения к данному человеку. Это когда здорово вместе с человеком проводить время. Может быть просто дружба, может быть дружба, семейная дружба. Это когда одна семья, может там тесно общаться. Остаться на ночь у другой семьи. Ну, даже и на балконе, если там балкон хороший. Если плохой, они больше не друзья. Дружба – это когда верим друг другу. Если у тебя есть друг, то ты с ним делишься всем, чем можешь. Можете перечистить хотя бы трех своих друзей? Ну, да, могу. И вот прямо привет именно и поздравляйте их с праздником. Ну, тогда я передаю привет своей подружке Оле, подружке Ире. Ну, и своему мужу, как лучшему другу. Сегодня поговорим о дружбе. Вот какие три вещи не должен делать настоящий друг? Первая вещь, скорее всего, не предавать. Не должен отказывать помощи. И, наверное, не должен игнорировать просьбы своих друзей. Если он настоящий. А имеет право засматриваться, допустим, на жену друга? Ну, это уже из разряда нестандартных ситуаций, наверное. Вы вместе с другом отдыхаете, звонит его жена. Ты должен говорить, где вы отдыхаете, или не должен? Ну, нет, я по-дружески бы не сказал. А вот если друг просит тебя посмотреть за его женой? Если бы он попросил бы, я посмотрел бы. Хорошо, да. Существует ли женская дружба? Сегодня просто день дружбы, вот я и узнаю. 50-50, наверное. 50 на 50, да? А вот что надо делать, чтобы ты была лучшей подружкой? Вот какие три поступка? Нужно оставаться человеком. Здесь нет трех поступков. А в мужской дружбе что, думаете, должен делать мужик, чтобы вот прям три таких поступка? Оставаться мужиком. Что нужно сделать в мужчине вот три поступка, чтобы он стал для мужика лучшим другом? Съездить на рыбалку. Отлично. За футбольный клуб гулять. Ну и давай что-то. Выпить по чашке чая. Да. Вас можно назвать друзьями? Конечно. Парни, вот я сегодня просто говорю о дружбе. Что нужно сделать, чтобы стать лучшим другом для мужчин? Не предавать. Ну а если друг просит предать? Предать. Он говорит, предай меня. Не, не предавать все равно. Все равно не предавать, да? Блин, ну что не получается тогда как-то дружба? Что еще? Как сказал, все время быть верным ему, помогать. Быть всегда с ним вместе. И в огонь и в воду. Ну да. А дайте песню, это дружба крепкая. Да. Давайте поем. Три, четыре. Дружба крепкая. Никто не знает слова, да? Все, парни, хорошего дня. Счастливого вам. С успехом. Пацаны. Мы снимем. Друг беде не бросит. Лишнего Артем не спросит. Просто сказала бы, что нет, я у тебя не буду одалживать. Что ты начинаешь? И книгу подарит тебе настоящий верный. Кстати, вот о книгах. Тебе нужно просто почитать книгу. А, то есть мне не играть сейчас в эти вот, как он, боулинг. Это боулинг. Нет, я просто книга о тех, кому не везет. Вот и все. То есть поможет, думаешь? Вряд ли. Когда судьба с оскорбительным постоянством делает все возможное, чтобы ваши планы складывались вовсе не так, как вы того хотите, начинает казаться, что в прошлой жизни вы в чем-то провинились. Как, например, юный Конрад из рассказа «Сказочное невезение» Дианы Уин-Джонс, которому тоже всю жизнь не везло. Теперь судьба мальчика всецело зависит от того, сможет ли он узнать причину невезения и, конечно же, исправить ее. Невезучее может быть только герой романа «Мастер с глаза» Андрея Жволевского. И кто бы мог подумать, что его невезение заключается в исполнении желаний. Только с точностью наоборот. Управлять своими желаниями герой не может. Правда, решение этой проблемы он все же находит. В окружающих людях и в себе, наконец. А вот юный Барни Ива наоборот. Всегда мечтал о том, чтобы в его жизни хотя бы желания начали исполняться. Проблемы в семье, вечные насмешки в школе. Еще и природа наградила нескладной фигурой и торчащими ушами. Потому изо дня в день мальчишка мечтал быть котом. Ведь у них все так просто. Только Барни даже не представлял, что у котов хлопот не меньше. Помогают несчастливым герои 13-й редакции. Секретного агентства по исполнению желаний Ольги Лукас. И нет, не подумайте, эта книга не о суперспособностях и не супергероях. Ее герои, даже те, кто исполняют желания, обычные люди. Кстати, избавляются от неудач они тоже обыкновенно, своими силами. А на этом у нас все. Приятного прочтения и хороших выходных. Как ты думаешь, может ли хороший бросок считаться произведением искусства? Да, только если есть в нем секрет. Есть такой секрет. Я не умею бросать. Так, показывай. Ага. О, отлично. Вот, видишь, как я могу? Секрет моего броска – это монтаж. Я так вижу, говорит художник, когда его работу называют мазнёй. Это шедевр, кричит критик и эксперт, когда знает, что получит долю с продажи картины. И только простой обыватель смотрит на полотно в музей и признаёт, что всем этим людям пора на приём к окулисту. И пока эти четверо спорят между собой, я предлагаю взглянуть повнимательнее на самые прославленные полотна, чтобы узнать, где кит зарыт, кто улыбался до Винчи до Джо Конды, что скрывает чёрный квадрат, да и вообще, так ли гениальные шедевры, как их малюют. Давайте начнём с блистательной Мона Лизы, слава к которой пришла только после того, как музейный работник украл её из Лувра. Кто-то говорит, что причиной загадочной улыбки является отсутствие у девушки зубов. Кто-то, что девушка беременна, так как держит руку на животе и носит характерное платье. Исследователь по имени Паскаль Катэ утверждает, что главная загадка картины скрыта не на поверхности, а под слоем краски. Паскаль при помощи особого светового оборудования провёл доскональный анализ картины и обнаружил, что под Джо Кондой спрятан портрет другой девушки, которая смотрит в сторону и вовсе не улыбается. Общественность тут же переполошилась. Как так? Всё это время мы смотрели не на Мона Лизу, а на самозванку? Но историки из Оксфордского университета поспешили всех успокоить и заверили, что девушка, скрытая под слоями краски, всего лишь первая попытка, которая не понравилась да Винчи, поэтому он предпринял вторую. Всё на том же полотне. А вот ещё одна работа, на которой под толстым слоем краски долгое время была скрыта неприглядная правда. Картина «Взгляд на пески» из Хэвен-Нигена, написанная голландским живописцем Хендриком Ван Антонисеном в 1641 году, два столетия спустя оказалась в музее при Кембриджском университете, где не так давно реставратор Шэн Куан взялась за её обновление. Каково было её удивление, когда она обнаружила под одним из слоёв краски маленького человечка, стоявшего посреди моря. Ей показалось это странным, и она стала искать другие чужеродные слои краски и, рискуя испортить картину, стала их снимать. Тут вся правда и всплыла наружу. Оказывается, народ сбежался на пляж, потому что на берег выбросился огромный кашелот, а тот мужчина, что стоял посреди моря, на самом деле взобрался на кита и измерял его длину. Кто-то, видимо, желая избавиться от невецеприятной сцены, зарисовал главную достопримечательность картины, чтобы продать её как простой пляжный пейзаж. А вот на картине Яна Ван Эйка «Портрет читы Арнольфини» все тайны умело скрыты на виду. В этой работе автор вознамерился испробовать в деле новую технику передачи света. И когда ему это с лихвой удалось, он решил оставить на стене дома многозначительную надпись на латыни. 1434 год. Ян Ван Эйк был здесь. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Если вооружиться увеличительным стеклом и пристально посмотреть в зеркало, то рядом с Арнольфини в отражении, стоящими к нам спиной, вы увидите фигуру человека, одетого в синий костюм и поднявшего руку в знак приветствия. Им является сам художник. И, наконец, черный квадрат Малевича, который в действительности не совсем черный, и тем более не квадрат, так как стороны его не перпендикулярны. Является он ремейком на работы французского художника Альфонса Алле, написанной с разницей в 33 года. Известно это стало в 2015 году, когда исследователи при помощи компьютерных технологий провели подробный анализ картины. Они обнаружили, что под супрематическим квадратом, так называется направление, в котором творил Малевич, находятся еще две картины, относящиеся к более ранним стилям художника. Сейчас их цвета различимы сплоть трещины на черной краске. Исследователи также обнаружили надпись, которую сначала приняли за подпись Казимира, но затем оказалось, что это название «Битва негров ночью», которое почти дословно повторяет название картины Альфонса Алле «Битва негров в темной пещере глубокой ночью». Причем это не единственное одноцветное полотно французского мастера. Сам же Казимир, по всей видимости, от скуки или в шутку решил намалевать нечто подобное, что потом люди раздули до шедевра. Что ж, чтобы хвалить живопись, не обязательно ее понимать. Или обязательно? Что-то я совсем запутался. Так что лучше вы сами решайте, что стоит настоящей похвалы, а что нет. И неважно, что говорят эксперты или толпа, главное, что чувствуете вы, глядя на старания художника. Вот, знаешь, говорят, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. О, придумали спиннеры. Понимаешь? В этом случае ты очень не зря сказал про «лишь бы не плакало», потому что интернет пишет видео молодых трюкачей, которые осваивают вот эти трюки со спиннерами, и порой им приходится... Ой, как больно. Давайте для начала все по порядку. О, неплохой бросок. Итак, спиннеры это. Еще недавно мы о них ничего не слышали. Ну вот, начиная с мая, все чаще стал звучать вопрос. Что такое спиннеры? Откуда они взялись? И почему они занимают столько информационного пространства в моей новостной ленте? Вот она причина всех волнений. Все просто. Подшипник в центре и утяжеленные лепестки. Но давайте вместе разберемся, что стало трендом последних месяцев. Кстати, говорят, что спиннер может крутиться до нескольких минут. Заодно и проверим. Крутись, малыш. Мир сошел с ума. Только странно, что в 2017-м, так как спиннер был изобретен в начале 90-х. Правда, патент на них истек еще в 2005-м. Сейчас их изготавливают и продают все, кому не лень. Это увлекательный был аттракцион. Что означает слово спиннер или, как правильно говорить, фиджет-спиннер? Фиджет — это гаджет для пальцев, а спинн переводится как вращение. Зажимаем подшипник пальцами и вращаем его сколько хочется. Еще можно делать трюки. Этому посвящено отдельное движение. Ну и неудивительно. Всегда найдутся те, кому скучно делать все по инструкции. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. Изначально игрушка использовалась в терапевтических целях. Она помогает людям, которые имеют проблемы с концентрацией внимания, испытывают беспокойство и подвержены различным неврозам. Антистрессовые предметы всегда были востребованы. Наверняка многие из вас крутили ручку или ключи, раскачивались на стуле, перебирали четки и прочее. Если вы входите в эту группу по интересам, спиннер вам подойдет. Это проверено. Кругом голова Входить в мейнстрим спиннеры стали после заметки, опубликованной в журнале Forbes в 2016 году, где спиннеры были названы обязательной офисной игрушкой 2017-го. Правда, тогда речь шла о гаджетах, стоимость которых варьировалась от 139 до 199 долларов. К маю в мире было продано несколько миллионов фиджит-спиннеров. Цена упала до пары долларов за штуку и начался крутящийся момент. Различными вариациями устройства были заняты все позиции топ-20 в категории игрушки в магазине Амазон. По запросам в гугле спиннеры обогнали Трампа, а Ютуб захлебывался от льющихся непрерывным потоком видео с различными трюками и обзорами на новую всемирную забаву. Уже существует даже мобильное приложение, которое в России по числу скачиваний программ для телефонов на платформе Android занимает третье место. Владельцы айфонов оказались сдержанней. В App Store приложение находится на пятом месте. Займут ли спиннеры свое место в истории, так же как йо-йо, мечи-прыгуны, так называемые лизуны, пружинка и прочее? Посмотрим. Но пока лепестки крутятся, люди рады. И, кстати, действительно помогает от стресса. Ну и, конечно, этот магнетический звук, как у вентилятора, что очень актуально в наше жаркое лето. Ох, плюс 30, сейчас скоро плюс 40. Пора подкрепиться. Это ты про то, что мы сейчас будем вкусненькие призы разыгрывать для наших телезрителей? Оп, стоп, стоп. Для телезрителей, Тимофей, не для тебя. Отдавай. Призы от кофейни «Чашка», которая находится по улице Светлова, 57, напротив гостиницы «Россия», получит тот, кто правильно ответит на наш вопрос. Как называется американская разновидность латы с добавлением шоколада? Итак, макачино, американо или моко. Правильный ответ ты присылайте на уже известный вам адрес утрасобаков.гтрка.ру. Самый первый получает приз. У того, кто хоть раз выходил в море, морская пучина навсегда останется в сердце. Проходит время, и моряки остаются на берегу. Но любовь к кораблям не уходит, и вчерашние юнги, коки, да и капитаны начинают творить. Так случилось и с Валентином Антоновичем. Он не мечтал с детства стать моряком, но судьба решила иначе, и 34 года своей жизни он отдал кораблям. Я работал в Днестровском пароходстве на разных судах, и вот одно из них, я перегнал это с Ленинграда, ныне Санкт-Петербург. Это буксир-толкач. А как сложно было его перевозить из Питера к нам? Это была, конечно, целая эпопея. Надо было через всю Волгу, Волгодонской канал, Азовское, Черное море пройти. Это заняло где-то три месяца. Вторым судном, которое Валентин Антонович перегнал в Тирасполь, стал вот такой красавец. Сейчас от него остался только макет, несколько фото и воспоминания капитана. Неделю стояли, ждали сгонного ветра, чтобы зайти в районе маяк под мост. И демонтировали эту ходовую рубку, потому что там зазор можно было с щупом мерить. И в случае неудачи можно было снести это целый этаж. Несмотря на все трудности, корабль попал в Тирасполь, где радовал жителей и туристов зимой, а летом возил рабочих отдыхать на море. В жизни капитана было много кораблей, но этот стал последним. Правда, чтобы всегда помнить те славные дни, Валентин Антонович превратил свою собственную квартиру в небольшой фрегат. Ну, стиль, естественно, из моей рабочей биографии, наверное, исходит. Это моя работа на флоте и флотское прошлое меня, конечно, сподвигло к тому, чтобы именно в морской тематике все это воздвигнуть. А, возможно, когда приходите сюда, вспоминаете молодость, да? Да, да, это навевает именно эти воспоминания. А еще, когда приходят коллеги из нашей флотской братьи, и у них это тоже ностальгия наступает, они говорят, нам бы надо вместе жить. Гордостью дома корабля, конечно, стал капитанский мостик, с которого открывается превосходный вид от Кисканского плацдарма до виднейшихся вдалеке Бендер. 12 лет это по этой реке Хожино-Перехожино, и вспоминаешь это, как все это было, глядя на излочину Днестра, она так огибает этот город и создает просто неописуемую красоту. Но каким бы ни был вид из окна, как бы квартира не была похожа на фрегат настоящего моряка, все равно будет тянуть к морю. Вот, порой так увлекаешься игрой, что любая ошибка заставляет не нервничать. А некоторые так погружаются в нашу тролайд, но вот наши ошибки заставляют их улыбаться, не нервничать. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Мы специально тут делаем? Нет. Нет. Так, раз, два, три. У тех, кто хоть раз был в море, оно всегда останется в... нет. Раз, два, три. Сейчас Женя протопает. Я протопаю. Удейте. Давай-давай-давай-давай. А что было не так? Мышь. Извините. Ну, ну нет, ну, ну, проходи, Чиган. Ну, давай, ну, все, давай, 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 давай. Уходи, уходи, уходи. Привет. Можешь тогда делать? Ладно. Вы сможете... Что за вы... Вы сможете... Да что ты будешь делать, блин? Не могу собраться, две строчки. Да что ж такое? Ну и, конечно, этот магнетический звук. Спасибо. Спасибо. Кш-кш-кш-кш-кш-кш. Куда это надо было снять? Не нужно было. А, да. Выключите его. Спасибо. Настало время оговорить слова благодарности. Мы благодарим спортивно-развлекательный комплекс «Вилла Ричи». Приходите здесь, на каждого найдется подорожки. Ну, а у нас на сегодня все. Проводите свои выходные в пользу. Всем пока. Пока. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok